И о событиях культуры. Необыкновенные цвета, образы и смысл. Таким представлен мир в картинах Николая Рериха. Сегодня в Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова прибыли картины из Государственного русского музея для масштабной выставки Николая Рерих. Одну из первых увидела полотна мастера Регина Федина. Своеобразные работы мастера производят невероятное впечатление. В конце 19 века цвета на холстах Рериха считались необыкновенно яркими по сравнению с окружающей обыденностью. Спустя десятилетия Юрий Гагарин с космической орбиты подтвердил, что именно так и выглядит Земля. В картинах мастера кроется глубокий смысл. В них Рерих художник и Рерих мыслитель. Основная часть произведений связана с гималаями. Это и чисто пейзажные произведения, в которых ясно читается такой глубокий философский смысл, к которому как раз и стремился Николай Константин в своем творчестве. Есть произведения, связанные с жизнью и бытом в гималаях, в том числе различных монастырей. Более чем 40 произведений всемирно известного мастера кисти прибыли из северной столицы. Создание картины хватило почти весь творческий путь художника. Сотрудники Государственного русского музея провели тщательную предвыставочную подготовку. По прибытии в город на Волге работа не закончилась. Затем, как вещи доехали, какое там у них состояние сохранности, как они перенесли акклиматизацию, потому что бывает, что, например, изменение влажности влияет, и холсты провисают. Представители музея изобразительных искусств имени Машкова на протяжении нескольких лет активно сотрудничают с коллегами из Государственного русского музея. Волгоградцы посещают курсы повышения квалификации и индивидуальные стажировки на базе музея в Санкт-Петербурге. Совместные проекты в интернет-пространстве и очном формате дарят жителям и гостям Волгограда и области возможность знакомиться с подлинными произведениями великих художников из фонда русского музея. Это уже второй крупный всероссийский выставочный проект на территории Волгоградской области в нашем музее, который представляет шедевры из коллекции русского музея. В этом году это Николай Рерих. В прошлом году, если наши зрители помнят, это был прекрасный выставочный проект Исаак Левитан и его современники. Волгоградцы смогут посетить выставку Николая Рерих до 19 июня, в том числе по Пушкинской карте. Руководство музея имени Машкова и Русского музея строит планы по организации третьего масштабного выставочного проекта в Волгограде. Оно может пройти в новом культурно-выставочном центре на базе бывшего центрального универмага Волгограда. Регина Федина, Дмитрий Макаров. Время новостей. Регина Федина, Дмитрий Макаров.